Доброе время суток, делаем посев. Скорее всего это не посев, это планирование культуры, которые находятся вот в этом флаконе. Пробуем. Вот та взвесь, которая находится внутри, это взвесь клеток вешенки сорта М5. Сам посев из флакона максимально прост в своем таком техническом плане. Вот так. Такой посев может делать даже неопытный обранник. Вкрываем сам спокой. Европейский человек ворует пять процентов. И вот опять думаю, как бы отдать нароку, да? Ну вот это такой принцип, да? Ну да, ну не все. Есть такие страны, в Азии, в Данее. Да, я понимаю. Они заставили за то, что он химчистку, занес костюм за державные гроши и его выгнали в министр. Понятное дело. Там есть какие-то поводы, причины. То есть они сами пишут, что завернение кое-что должен за министром. Вопрос в том, что наш чиновник, он не привык. Власти мощи не привык, чтобы вот так моментально думать, как в Европейской чиновник, да? Открывать все народы для государства, а себя ставить вот столько. Отделить себя вниманием и заботой. Все будет происходить предельно просто. Мы сделаем паузу. А по большому счету, паузу нужно для того, чтобы на таким образом свои вот такие круглосовые стены, а подвести по такие европейские стены. Стеним шприцем. Мы делаем сначала забор большого количества зероголического раствора, для того, чтобы разбавить концентрацию, которая находится, или саму звезь клеток, которая находится в флаконе. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас культура получилась более мономортная, нам нужно очень небольшое количество клеток. Для этого мы производим разбавление самой концентрации, которая находится вот в этом флаконе. И сейчас делаем забор материала. В самом флаконе мы можем контролировать то, что мы будем набирать в шприц. Здесь хорошо видно вот эту звезь клеток, которые мы набираем. И можно зловить, зловить, поймать в небольшом количестве. И закрываем. Дальше проинспектируем. Довольно-таки много мы взяли самого материала. И больше нам эти растворы в данный момент не нужны. Мы их оставляем в сторону. И сейчас будет делать сам посев. Этой культуре, которая уже находится в стерильном шприце, и ей уже ничего не угрожает. Мы ее можем спокойно держать во внешней среде. И в принципе даже сам посев настолько лаконичен и краток, что особо не нужно там заморачиваться с номинарным шкафом, или еще что-то другое. Такой посев можно делать в чистых лабораторных условиях. Здесь, как видно, есть два таких вида пробирок. Есть маленькие, и есть более большие 20-ти граммовые, с 3-ми литровые. Но что нужно отметить, что каждый из этих видов лабораторной посуды имеет свои неоспоримые преимущества, но имеет свои недостатки. Чем меньше объем, тем быстрее он высыхает. Чем больше объем, тем более он длительное время может храниться. На все есть какой-то свой практический смысл. Итак, сделаем первый посев. Возвлекаем пробирку. Обязательным образом исследуем ее поверхность, нет ли на поверхности, явлений постороннего роста. Если их нет, можем приступить непосредственно к саму посеву. Берем удобным образом наш прибор. Значит, делается следующим образом. Мы немножко погреем саму пробку. Обрабатываем обязательно край пробирки. Хорошо ее прожигаем. Это не так страшно. Если вносить посевной петлей, то этот фактор нужно учитывать, что край пробирки очень горячий. И стараясь не касаться стенок, прогреваем еще более интенсивно и закрываем ватной пробкой. Вот посев, пробирку сделаем. Здесь посеяно довольно-таки много материалов. Такое количество не обязательно. Значительная сеть могут так получиться. Я вам более наглядно показать, как это делается. Делаем еще один посев. Мы вносим буквально один миллилитр этого раствора. Еще раз скажу, чтобы получить максимально монуморфную культуру. Сейчас такой процесс не всегда. Происходят работы с пробирками, где нарабатывается какое-то определенное количество рабочих пробирок. В дальнейшем мы из этих пробирок будем делать уже посевы маточного мицелия на танки, после того, как приготовим рабочий материал, рабочий агарный материал. В процессе прогрева краев пробирки создается определенная разница давлений из-за более холодного воздуха, которые находятся в помещении, в лаборатории более теплого воздуха, которые находятся на краю пробирки. Это исключает возможность попадания воздуха из внешней среды. Воздух сейчас должен двигаться из пробирки волны. Таким образом, мы получаем очень быстро и эффективно большое количество посевного материала. Это самый простой, самый безопасный и самый удобный способ произведения посевы. Работа с частками Петри и самим агаровым материалом посев технически и в других отношениях более сложна. ... За некоторое количество минут мы получили уже пять пробирок Мицелия Сорта М5 Наш любимый сорт, с которым мы уже работаем на протяжении многих лет И мы продолжаем работать Это просто уникальный вид грибов Они как цветы Очень нравятся потребителям Они самые мягкие Крупкие Очень хорошо подходят для приготовления Ну, может случиться, например, такой даже момент, что в процессе посева Ну, по каким-то причинам Некоторое количество этой воды не будет содержать Какая-то мало вероятно, что оно бы не содержало клетки Но Такое может произойти Но в результате, если все будет сделано у нас чисто и правильно То Пробивкой просто ничего не вырастет И вот мы уже видим, мы сейчас сделали Вот десятая прибивка Это уже будет десятая по счету пробирка Мы получили вот такое количество материала сорта М5 Значит, одной такой пробирки будет достаточно для того, чтобы просеять Для того, чтобы высеять приблизительно около 5-7 банок уже маточного мицелия Таким образом можно приблизительно почитать Что одной такой пробирки на 5 банок, грубо говоря, на 7 То есть 7 на 5-35 банок можем сделать маточного мицелия Пробирки все обязательно нужно промоткировать Ну, на 5-й счет, это самый такой у меня используемый Значит, у меня поэтому его сейчас нету Вот я делаю по этой причине пересев И другие сорта у меня есть в достаточном количестве Я их использую все равно немного реже Для зимы вообще сорт М5 очень оптимально подходит Он не требователен к температурным режимам Он не требователен к проведению каких-то стартовых мероприятий Там для запуска плодоношения Он сам хорошо плодоносит, приходит время Урожайность дает очень хорошую На первой волне, на второй и третьей И последний миллилитр мы внесем вот в эту пробирочку И запечатаем ее на инкубацию Таким образом мы сейчас сделали посев 13 пробирок И результат будем ждать Приблизительно после пересева из раствора Мицелий стартует не так быстро Происходит некоторая абсорция вот этой воды Потом какое-то время клетка Переходит из такого спящего состояния В активное, вегетативное И начинает по краям самого раствора Начинает расти мицелий О чем в дальнейшем мы и постараемся представить Вот те результаты, которые были получены нами сегодня И в дальнейшем сейчас после посева из шприца Мы будем делать посев культур из палочек Которые будут высеваться из полученных материалов Которые находятся вот в этих пакетах Следите в дальнейшем за публикациями Будет еще очень много интересного Пани Машу Скул ставит перед собой такую цель Чтобы если человек участвует в этом процессе Он тоже должен стать со временем профессионалом своего дела И научиться делать те мероприятия, которые необходимы Для работы в лаборатории По планированию, воспроизведению И как дальше Культур грибов, которые используются в дальнейшем Для производства готовой продукции Всем доброго времени С вами был Максар Культур грибов Культур грибов Культур грибов Субтур грибов